Благодарю вас. Ветераны каждый год практически собираются и вспоминают былые сражения, бои. Но в научно-историческом конференции у нас, наверное, должен быть несколько иной подход. Нельзя. Каждый год все эти собрания, конференции, обращать торжественные собрания, сводить их в чтение и инфекции друг к другу по известным нужным вопросам. Вот мы, когда надевали 12 тонн соли, которая сейчас создается по истории Великой Отечественной войны, в письме президента тоже подчеркнули, что главный должен быть не просто описание коды Великой Отечественной войны, как это мы делали уже в предыдущих многословниках. А главное, должно быть сделано упор на разъяснение или о прорешении то правильное и неправильное положение, которое существует, фальсификация, которая осуществляется по поводу этой операции и других операций. То есть какие-то появляются новые знания, новые документы. Мы каждый раз должны вводить в оборот и с учетом новых аргументов что-то обосновывать, доказывать и так далее. Каждый год, каждая новая конференция, научное обсуждение должно продвигаться вперед в более глубоком познании исторических событий того времени. А главное, наверное, состоит в том, чтобы извлекать уроки и военно-политические, и стратегические, и по многим другим вопросам для сегодняшнего дня. Для этого нужен объективный подход, если хотите, критический подход к тем вопросам, которые мы рассматриваем. В этом году мы отмечали 200-летие Барангельского сражения. Все газеты, в том числе, в министерстве обороны, четыре журнала есть. И все эти журналы дали совершенно разные данные. По численности войск Наполеона и русских войск, о ходе событий. Как будто это совершенно разные войны были. Сколько, еще 40 лет, мы будем, значит, воробнобой повторять одни и те же цифры? Они, все-таки, когда-то нам должны вводить к единым позициям, к единому мышлению по этим вопросам. В какой-то мере, это относится и к Сталинградской битве. Поэтому я хотел бы, прежде всего, остановиться на вот таких вопросах Сталинградской операции, которые вызывают различные толкования и, может быть, требуют дополнительного объяснения и радостности. Во-первых, всем понятно, и тут Айсан Акадыч правильно на этом говорил, что под Сталинградом была одержана нечаящая победа, которая предоставила весь дальнейший год Второй мировой войны. Но, все же, мы должны еще раз задуматься над вопросом, почему же предназначена вот та тяжелейшая катастрофа, которую мы пережили лет на 42-м году. Ведь, если в 41-м году говорили о политической неопределенности, внезапности, нападении, разведка не все в начальное время, так что надо, и многие были его, то в 42-м году уже шла война. Войска развернута, разведка ведется без всяких ограничений. И мы оказались практически не готовы опять, как и 41-м году, к тому удару, который был против нас в 42-м году. Прежде всего, главным коренным вопросом, который мы должны из 41-го года извлекать в Родине, это сводится к прежде всего тому, что мы не только вот многие военно-исторические вопросы, но и выводы, которые из них вытекают, мы все больше проголеваем и делаем без игрок. Это мешает нам в соучрении профессиональных, глубоких, открыт подлинных причин и под этих событий. И мы можем спеть. Например, можно реально сказать, если бы в 41-м году мы бы развернули войска, организовали оборону, ширину наших войска, более организованную, может быть, действовали в этом случае. Но все равно наши войска, они не могли бы вытяжить тех ударов, которые против них наносились с 5-6 градусов, православного, нормального направления. Дело в том, что вы сравните, какую оборону мы могли занять в 41-м году старшими или стрелковыми дивизиями, и в 41-м году и какую оборону организовали мы потом под Курском в 43-м году. оборона под Курском была создана уже на глубину 250-300 километров. Насыщающая плотность противотанковых средств, артиллерии в 10-15 раз выше, чем вы могли, даже если вы все успели вовремя сделать, чтобы могли бы создать в 41-м году. И все равно в полосе Воронежского фронта в 43-м году немецкие войска пробивались на глубину 35 километров, вышли на армейский оборонительный рубеж. Если бы не степной фронт, который подпирал здание, и не пятый танк в армии, который в авангарде этого фронта действовал, значит, вполне очевидно, что немцы могли не на большую глубину прорваться в этом отношении. Но ведь даже после Курской битвы у нас еще не было окончательно выгода, какой должна быть обороны. Кончилась Великая Денькая Война, объявили, что оборона возгодна только временно, полосы отдельно в армии, в целом, как не лишь к обороны мы не будем вести. Сколько еще мы должны испытать всяких вот этих неутач, для того, чтобы правильно оценивать эти вопросы? Это относится к вопросам проведения боевой готовности и к некоторым другим вопросам. когда весной 42-го года обсуждали с планом на летний период 42-го года вы знаете, что Шруков Василевский предложили тогда в 42-м году били экстратемическое оборудование. Чемашенко там предложил свой удар нанести под карту. Сталин сказал то, что предлагает Жруков наверное полумера не сидеть нам не сидеть и нам сложа руки в обороне. Вот такое представление, что оборона это сидеть сложа руки к сожалению до сих пор у нас сейчас участвует. летом 42-го года мы потерпели поражение все равно на юге пришлось вести длительное отступление противник главный удар и летом 42-го года доносил на юго-западном направлении а вторые сидели предстоящее на московском направлении. Ведь вот обратите внимание и скажем на такое обстоятельство. Директивы ставками оконного накомандования ответственность за обеспечение стыка с юго-западного фронта была возложена на командование южного фронта. Южным фронтом командовал Малерос начальником штаба фронта был наш надающийся штабист Антон. Сейчас подготовили в связи 250-летнего генерального штата книгу врачальника генерального штаба каждого врачальника где штаба описывается биографию. Там ничего нет этого. Антонов он начальник штаба фронта он прежде всего отвечал за то, что вразведка была поставлена. В полосе южного фронта сознаточилось 6 танковых 9 противника. Все это прогрепили. Слад в северном фронте не было обеспечено. Ни в одной из церквей, ни в биографии Антонова или Малиновского это вообще ничего не говорится. Это действительно трудающие люди у них и большие заслуги они победу одерживают. Но если мы хотим объективно изучать историю действительно уроки здесь мы же не должны мимо всех этих вещей прожать. Иначе новое поколение ничего по нашим урокам уже не будет. вот мы говорим скажем про разверт. Одно время в Красной Звезде еще в 80-е годы в начале появилась статья о начальниках главного разведка управления генерала Евгения. И он написал что через 2 недели после того как гитеру утвердил план Барбароса этот план лежал на столе товарища Старова. Ну было у нас узкое совещание начальника штаба с его заместителем и так я сказал но если такой план был его же не сожгли завершили он где-то у вас хранится во внешней разведке покажите нам где этот план Барбароса который лежал на столе устава а никто ничего не нашло через 2-3 месяца ему дали 2-3 месяца и после этого а ничего нет есть шифровка о том что немцы могут наступать в случае войны на Ленинградском московском киевском направлении если школьнику сказать с запада если наступать на восток по каким направлениям он ничего не придумает как Киев Москва и Ленинград конечно никакой не план Барбароса характерно что у нас сейчас издаем 12-й тонн истории там приводится план Барбароса и он нанесен на нашу советскую карту если это план Барбароса на этом должен быть на немецкой карте если это подлинный документ вот такая примитивная копания в истории вместо исторических исследований они не продвигают нас вперед во всеми тем области подвигают потом когда мы говорим вот разведники такое существует у нас отказение что вот сами разведчики все выведомы обладают чтобы делать выводы из военно-политической и стратегической авторомки где-то надо знать не только расположение противников надо знать положение своих войск свои намерения соседей очень много вопросов которые разведчики сейчас даже не посвящены не потому что кто-то плохой или неграмотный а потому что не имея всех данных полные выводы обоснованные сделать практически невозможно вот образец разведки если хотите со все военно в таком идеальном тяжелом мнении это когда Жукову пришлось вернувшись с Ленинграда возлагать западный фронт Тензиабр и потом западный он на своем примере показал это было вынужденно если по-настоящему воевать это всегда придется так делать он сам стоял во главе размеров потому что тогда немцы чтобы удар наносить они в течение ночи собирали группировки и потом на рождение удара как это было в октябре 41-го года и самое главное было установить где он на каком направлении потому что силы средств чтобы прикрыть все направления было невозможно и обнаружил где немцы точно не сидят Жуков все силы не основные силы как мы говорим по уставам все силы собирал на это направление он сам лично беседовал с каждым летчиком который летал в расположение противника со всеми разведчиками и партизанами которые вернулись с тыл противника потому что только установив где противник только в результате разведки можно было принять не просто правильное решение а спасительное решение и разведка это не просто добывание танков это анализ этих танков это выработка соответствующих решений вытягающих из этой обстановки ну что мигантские операции тут многие вопросы уже освещены они хорошо известны я хотел бы еще раз подчеркнуть только что когда начали тяжелые обцепления в 42-м году там только после приказа наркома обороны 227 удалось переломить остановку и оказать более уходное организованное сопротивление наступающим немецким российским войскам вы знаете героические страницы обороны переграда они вызывают восхищение о них уже много раз рассказывали если говорить о соленградской операции в целом то в нашей исторографии ее рассматривают леска сужен вот то что нарисовано на этой наградной сфере это ведь только кульминация решающий район решающий пункт где эти стражения на самом деле вот эту всю победу обеспечили не только вот эти фронты которые там обозначены начиная с осени 42-го года и вот до начала 43-го там февраля 43-го года шли непрерывные наступательные операции на Калининском фронте на Западном фронте сейчас их объясняют провальными на немецкие линии издали в двери книгу командира фехотной дивизии немецкой который оборонялся под Ржева это называется книга непобежденным покинул немецкий солдат Ржевскую сделала ну тогда деньги дают что угодно можно написать но а что советский солдат он побежденным пришел в Берлину еще же немцев и под Ржевом разгромили освободили всю центральную группу войск разбили все наряд наступательных операций пришли в Берлин ведь беда вот таких фигуров как Михалков вот там обозначил он нас затянул как-то к Кремлевскому дворце посмотрите вот этот фильм и спрашивали нас там ветеранов как такое мущество дело в том что вот все что он там показывает и гибель кремлевских курсантов кандидарной гибели и борьбежка моста ну все все наши там неудачи тяжелые эпизоды все это в жизни было и может быть но наше телевидение неудачи И ничего другого не было бы, о чем Александр Александрович говорил, если бы ничего этого не было, то как бы пришли к победе, если бы одни неудачи, одни поражения, одни бездарности, что-то наше привело к победе. И нельзя это дело доводить до идиотизма в том виде, как он ображается. Даже наш соратник, наш историк Жуков есть. Вчера только поздно вечером по телевидению говорит, что Сталин к концу войны был тяжело больной, он ничего уже не соображал, он в тяжелом состоянии, устал от войны. И когда Жуков к нему начал приставать, дайте мне возможность взять Берлин, он говорит, ну ладно, очень рад, бери в этом Арбасовскому правительству. Что мы узнаем из истории, если известные наши историки так примитивно толкуют эти вопросы? И это относится и к многим вопросам Сталинградской библии. Ведь мы, когда говорим, вот, Курской библии, кстати, в Курске вообще никаких приоритей не было. Это условное название. Раньше, кстати, сразу после войны, она стала Орлово-Белгородская операция. Ну, бог с ним. Вот эта операция получила название Сталинградская. Но, я еще раз повторяю, это часть грандиозной стратегической операции, которая шла под существу на всем Германско-Советском фронте и завершилась вот этой эпогемией. И если бы, например, там немцы собирались 12 дивизий перебросить с западного фронта на Сталинград, но они смогли ни одной дивизии перебросить. Наоборот, с западной две дивизии подожжев подбросили. И там никакой дом Павлова, ни Чуйков, никто, ничего там не могли бы сделать, если бы они усилили другие фронты. Я еще почему, Иосиф Анатольевич, говорю о том. Вот эти людей, которые сражались, были ранены под жевом, вообще на западном фронте, которым участвовали в этих сражениях, припулах, резервы, их же даже не приглашают, знаете, Сталинградский дух. И как бы то ни было. Если мы отмечаем эту операцию, надо хоть в какой-то мере всех, кто имел к этой операции отношения, всех приглашать, всех отмечать, иначе мы никогда не узнаем подлинную историю, такой, как она была. Ну, вот вы знаете, что я хочу к нашему выдающемуся историку Кембернову обратиться. И вот, в результате этого поражения мы пришли потом впереди. Если вы ничего другого, скажем, там, историки не будете измечать, то из истории, я еще раз повторяю, мы никогда ничего не поймем. А на самом деле, почему Сталин послал Жукова, он под Сталинградом урога работал, и полосе Торнского фронта, и Грюкс, и Сталин. Он его послал туда, на Западный фронт, потому что, как только стало известно, что Жуков там, значит, немцы сразу Манштейна с юга, с Крыма, перебросили вот на это направлено. И убедили, что если Жуков там команды, значит, там будет главное выступление. Все это учитывалось, все это имело определенное значение. И потом Жуков много раз в ходе еще, то есть, вот в Сталинградской операции, под Воронежу выезжал. Кстати, Александр Ганн, сейчас хочу сказать, не только ведь там Западный фронт. И Воронежский фронт, ну, настоящей оценки не получается. А полный разгром итальянских, бергерских, других немецких фронт, были под Воронежом. Но они тоже являются частью вот этой Сталинградской операции. А Сталинградскую битву и Воронежскую исправляет одни. Вообще, если, как у нас пишут некоторые историки, мы воевали бездарно, полководцы наши тоже были непрудышными. Если мы потерпели одни поражения, а немцы все делали правильно, то тогда невозможно никакому школьнику, никакому еще не объяснить, почему же немцы потерпели поражение, а мы все-таки одержали победу. Надо все-таки показывать, что нас привело к победе. Все недостатки, неудачи. Тут тоже не стесняться писем. Но, в конце концов, главным должно быть то, что в жизни случилось, что является историческим фактом, что привело нас к победе. В том числе, не вот те боя, которые были под Сталинградом. Конечно, все эти победы были добыты очень тяжелой ценой, но еще раз повторяю, что на Западном фронте и в Сталинградом они не были напрасны. Теперь в истории Сталинградской битвы один еще вопрос поднимается, без конца его обусолят. Значит, это вот 21-я армия Валеновского, которая из резервы поступила уже в ходе Сталинградской битвы. Рокоссовский и другие очень просили, чтобы эту армию дать в распоряжении Донского фронта, и чтобы эта армия прямо оттуда, на юг, на Ростов, на Россию дала. И вообще, были такие предложения, окружение вот это все сделать, завершить в Ростове и грандиозную группировку окружения. Можно прямо сказать, что в будущем более маневровыми подвижными немецкими войсками, они бы, конечно, из такого окружения прорвались и, наверное, полностью, значит, завершить эту операцию в Ростове и грандиозную группировку. И еще хочу сказать, что, конечно, и сражения под Алланом Эйдом, и другие сражения союзников, они, конечно, не сравнимы с масштабами Сталинградской битвы, но все это тоже в свою пользу проносило и обеспечили нашу победу. И в пользу случаем разрешите мне от имени участников Великой Отечественной войны, если господин Кемпель разрешит, то я от имени всем участников Второй Великой Отечественной войны, поздравить вас с 70-летним Сталинградской битвы, 23 февраля, День защитника Отечества, сейчас опубликовали дневники Бунина, он, оказывается, во время войны, в дневниках записал, я теперь всех своих знакомых делю на тех, кто поддерживает Красной Армии, никто не поддерживает, я хочу всех, кто еще поблагодарит Российской Армии поддерживать, поздравить вас с наступающим в Российской Отечественной войне и пожелать вам всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.